Добрый день! Сегодня я бы хотел поговорить немного о будущем, о том, как я себе представляю завтрашний день в дизайне, и о том, как мы готовимся к его наступлению. В целом, общая схема принципиальная становления дизайнера, она долгие годы оставалась неизменной. Рождается человек, в какой-то момент находит в себе интерес, способности к дизайну, к изобразительной, созидательной деятельности, и дальше начинает делать дизайн. И тратит на это сколько-то десятков тысяч часов. Делает, делает, делает дизайн, нарабатывает навык, и в какой-то момент его навык позволяет ему создавать дизайн с какой-то предсказуемой планкой качества. И дальше он этим навыком начинает приторговывать людям, у которых не было этого желания и этого времени для того, чтобы такое качество себе позволить. У меня есть основания полагать, что мы сейчас находимся на пороге момента, где вот эта классическая схема работы дизайнера будет сильно меняться. Дело в том, что новые технологии появлялись, они ускоряли процесс производства, появлялись новые инструменты, но в целом общая схема оставалась одинаковой. Но в последнее время у нас появилась возможность создавать технологические системы не только линейные, не только те, которые позволяют делать то же, что могли бы делать люди, только быстрее, мощнее, объемнее, но и системы, в основе которых лежит обучение. И на самом деле это довольно тревожные звоночки для дизайнера прошлого, поскольку долгое время он конвертировал свою жизнь в валюту под названием ремесло, копил ее и думал, что она способна обеспечить ему безбедную старость. Но сейчас, на мой взгляд, мы можем говорить о том, что технологии заходят на территорию вот этого накопления ремесла, и дизайнеры будущего по-хорошему должны немного думать о том, какую роль они будут вот в этой пищевой цепочке занимать завтра. И на нашем месте было бы довольно глупо сидеть на ветке и смотреть, как кто-то другой ее пилит. Поэтому разумным решением было вооружиться пилами и начать самим пилить эту ветку, для того, чтобы процесс возможного падения с этой ветки был хоть как-то контролируемый. И чтобы в процессе полета возможного мы поискали новые ветки и на этих ветках новые точки роста. Для того, чтобы не быть голословным теоретиком, я хочу просто продемонстрировать несколько примеров того, как это происходит уже сейчас. Рассмотрим такую базовую задачу дизайнера – создание фирменного начертания, оригинального фирменного начертания для какой-нибудь компании. Если мы придем к шрифтовому дизайнеру и попросим его создать оригинальное начертание, он начнет работу, используя весь свой большой багаж знаний о том, что есть шрифт, какие есть контексты культурные, некультурные. Он будет использовать свой опыт во владении инструментами и так далее. При этом часто сама бизнес-задача не всегда требует учета большого количества контекстов. И в целом, обладая достаточным количеством знаний о том, что есть шрифт данных, например, создав большое количество готовых шрифтов, мы можем примерно понимать принципы, которые лежат за этим. И создать систему, которая, модифицируя готовые шрифты в определенном диапазоне, который мы задаем, позволяет создавать новые фирменные начертания, которые будут выглядеть аутентично, интересно и которые будут выглядеть так, как мы им, скажем, выглядеть. Но делать это за секунду, это сделано руками не человека. Со шрифтом все более-менее понятно, но когда идут споры о том, человек-машина, каждый раз приводят в пример образы, что, мол, человек оперирует образами гораздо более умело, жонглирует, поскольку погружен в культурный какой-то контекст и так далее. И я вот недавно, пару дней назад, подошел к дизайнеру и попросил его включить запись экрана и нарисовать кошку. И примерно это так у всех и происходит. Человек сначала обращается к своему прошлому, он представляет себе, что есть образ, из каких характерных черт он состоит, и дальше пытается его воспроизводить, ну, по памяти. Ну и здесь мы видим, что дизайнер вспомнил, что у кошки есть там ушки, хвостик, она в целом, у нее пластика такая мягенькая. При этом на следующем этапе, когда дизайнер понимает, что нужно нарисовать не просто кошку, а сделать ее графичной, удобной, чтобы ее можно было использовать в каких-то бизнесовых контекстах, он начинает применять к тому образу, который у него в голове возник, свой навык использования инструмента и свое знание о том, как формами, которые инструмент предоставляет, можно сконструировать тот или иной образ. И на самом деле это все довольно кропотливая работа, и с течением времени дизайнер получает какой-то приемлемый результат. При этом мы можем собрать достаточный объем данных графических, который будет показывать, что есть кошка, из каких частей она состоит, как кошку разные люди или один человек показывает по-разному. И мы можем на основе этого набора данных собрать систему, которая способна воспроизвести кошку. Но в отличие от человека, мы можем, загрузив в систему информацию о кошке, дальше давать этой системе разные инструменты визуализации. Например, нажав одну кнопку, получить вот такое изображение. Технологии как раз могут достать из большого объема данных такие моменты, которые ускользают от живого человека. Живого человека, которого постоянно бомбит огромное количество контекстов из разных источников. Вот в данном случае машина визуализировала кота. В целом пластика очень мягкая, но прошу обратить внимание на острый коготь. И это интересный пример того, как в форме машина подчеркивает то свойство, которое может лежать в основе какого-то интересного сообщения, связанного с этим образом. И самое интересное начинается дальше. Потому что сейчас мы говорили только про кошку, просто как пример. Но дальше мы можем обогащать системы бесконечным набором разных образов. И вот самое интересное начинается, когда мы можем обучить машину не просто использовать те инструменты базовые, инструменты визуализации, которые есть там кривая, круг, квадрат. Но когда мы вкладываем в машину новые контексты, графические, культурные и так далее. И отпускаем ее в свободное плавание. Мы можем как расширять диапазон возможных способов визуализации образа, так и ограничивать диапазон. И в случае ограничения диапазона мы можем получать информацию о каких-то суперхарактерных элементах, которые, возможно, даже человек не может себе позволить. Ну вот здесь интересный пример. О том, что от кошки остались только острые уши и кнопка play, которая намекает на то, что это что-то, с чем можно играть. Это птица. Это фламинго. И на самом деле, по моему опыту, нужно поискать дизайнера, который может себе позволить такой уровень абстракции, который способен визуализировать фламинго четырьмя прямоугольниками. Если мы даем машине другие инструменты визуализации, например, не прямоугольники, а треугольники, мы получаем тот же образ, только в новой интерпретации. И вот мое самое любимое – это кактус. Просто четыре угла, суперхорошо считывается образ, минимальными средствами. Это тот уровень творчества, который может себе позволить очень ограниченное количество дизайнеров. Полностью синтетический. В целом, есть вот такая диаграммка. Здесь происходит постоянное движение справа налево, движение времени. И когда создается какая-то работа, она сначала попадает на какую-то точку и постепенно становится старой, стареет. И когда мы обращаемся к дизайнеру, к живому человеку, даже если мы даем ему абсолютно полную свободу, он все равно, его работы будут стрелять где-то в область привычного, привычного ему. Поскольку он учился каким-то инструментом, у него были какие-то учителя, и в целом его какой-то бэкграунд культурный, он в каком-то диапазоне этого спектра находится. При этом нам, как людям, которые вовлечены в дизайн-бизнес, для нас важно, чтобы наши работы попадали в правую часть этого спектра для того, чтобы не догонять, а чтобы догоняли нас. Когда работает машина, можно сделать так, чтобы она не различала старое, привычное, новое, а бомбила большим количеством вариантов. И мы можем себе это позволить, потому что это дешево. Машина способна создавать дизайн за секунду. Просто если бы мы ее для этого приготовили. Сейчас я говорил только про образы, но на самом деле самое интересное только начинается. Создание образа и его визуализация – это только один маленький этап дизайн-процесса. А в целом дизайн-процесс охватывает огромное количество областей. Это сбор данных, анализ данных, это общение с клиентом, проверка гипотез. И самая интересная точка роста, на мой взгляд, лежит как раз в области получения данных о том, как дизайн работает. Другими словами, раньше мы говорили о том, что машины… Мы говорим машинам, что делать, и они просто тупо делают. Но сейчас у нас есть возможность данные после анализа результатов отправлять дальше в начало этой цепочки и делать так, чтобы на основе этих данных машина принимала какие-то решения, создавая гипотезы, в том числе и графические. И часто уже один человек, в целом, даже самый гениальный дизайнер, он ментально уже не способен переварить такой объем информации. И в целом это выглядит как потолок, как потолок, который может пробить не человек, а машина. И более того, сейчас мы видим, что технологии, особенно связанные с нейронными сетями, они часто позволяют получать решения, которые невозможно расшифровать. То есть иногда все, что нужно сделать человеку, это просто загрузить достаточно большой объем данных и получить вот такое решение, но дальше этот клубок уже человек не способен распутать, а машина способна создать новую-новую-новую модель, которая покажет новые и новые результаты. Любое дизайн-решение состоит из трех основных компонентов. Это контент, контраст и контекст. И первый компонент, контент, описывает сам объект, то, из чего он состоит, текст, изображение, сценарий, процесс, что угодно. А контраст определяет то, насколько данный дизайн-решение контрастно по отношению к аналогичным дизайн-решениям в этой области. Если решение не контрастно, то возникает вопрос, зачем вообще оно было нужно. И третий параметр – это контекст. Эта компонента определяет то, насколько решение укладывается в бизнес-задачу, насколько оно попадает в культурный контекст, насколько оно хорошо проходит по деньгам, по скорости, по процессам и так далее. Так вот, у меня есть основания полагать, что работу над первым компонентом хорошего дизайна люди потеряли. То есть, дальше это все будет усиливаться и ускоряться, но по моему ощущению и в целом работать над контентом проще с машинами, чем с людьми. И отвечая на вопрос про что будет главным инструментом дизайнера завтрашнего дня, в моей голове история про то, что главный инструмент – это рамки. Рамки, которые позволяют дизайнеру из всего многообразия возможных изобразительных, сценарных, технологических решений выбирать те, которые подходят под правильный контекст и являются контрастными по отношению к остальным. Вот это та часть дизайна, над которой нам предстоит работать. И на основе чего можно понять, подходит ли работа в контекст или нет. Раньше, в старой схеме, дизайнер за счет ремесла и многократного повторения одинаковых действий этот контекст впитывал и им оперировал. Но в целом, поскольку сейчас навыки постепенно становятся не нужны, вот такие рутинные навыки по воспроизведению любых конструкций, главной валютой, новой валютой являются данные. И это происходит уже сегодня. Это происходит, и мы это видим, большие компании, у которых много данных в распоряжении, они могут себе позволить реализовывать более качественные дизайн-решения именно за счет этих данных, поскольку эти данные используются для обучения алгоритмов и дальше для верификации и проверки работоспособности этих гипотез. Соответственно, на мой взгляд, будущий дизайнер это арт-директор, и все вокруг превращаются в арт-директоров, главная задача которых ткнуть пальцем и сказать, подходит ли какое-то решение к определенному контексту или не подходит. И какие выводы можно сделать из всего этого? Первый совет хранить данные и пытаться найти, какие именно потоки данных прямо сейчас в моем бизнесе есть и что именно я должен сохранять сегодня для того, чтобы завтра скормить это автоматическим алгоритмом, который будет воспроизводить мой бизнес. И второй совет скорее всего заключался бы в том, чтобы не ждать, что будущее завезет в мою квартиру какая-нибудь большая корпорация и вот поставит мне его на стол и скажет, вот, будущее пришло. А понимать, что уже прямо сейчас большую часть того, чем мы с вами занимаемся прямо сейчас можно передать другим и не людям. И, соответственно, прямо сейчас начинать искать вот эти точки роста, которые позволят обеспечить себе более-менее спокойную ближайшую перспективу. у меня все. Спасибо. Спасибо.